Всем день добрый! Меня зовут Максим Шалайн, я шеф-повар ресторана Строганов Стейк Хаус. И сегодня вместе с вами мы будем готовить стейк Рибай. Будем готовить его в трех вариантах. На соляном блоке, по классике на решетке и на открытых углях. Сегодня мы с вами будем использовать классический стейк, это стейк Рибай. Это толстый край. Это реберная часть мраморной говядины, порода Black Angus. Данное мясо вы можете заказать у нас в ресторане. В вакуумной упаковке его доставят вам на дом. Дома вы можете приготовить его как на сковородке, либо отправиться на дачу и пожарить его там. И как только вы закажете, я принесу его лично. Итак, достаем наше мясо из вакуумной упаковки. Прежде чем достать, подготовьте вафельное полотенце для того, чтобы его промокнуть и убрать излишек сока. Наше мясо должно быть абсолютно сухим. После того, как мы с вами промокнули мясо, мы приступаем непосредственно к нарезке наших стейков. Стейки я буду нарезать толщиной примерно 2,5-3 см, чтобы в дальнейшем мы могли с вами контролировать его прожарку. Нарезаем наши стейки. Вот такой качественный стейк у вас должен получиться. Также данные стейки можно приобрести в гипермаркетах. Они продаются как отрубом, так и в вакуумной упаковке по 2-3 куска. Итак, у нас с вами получились отличные стейки. Напоминаю, мы с вами используем стейк рибай. Он у нас состоит из трех мышц. Отличная мраморность. Мраморность у нас с вами чойс. Это средняя мраморность для данного вида мяса. Что же такое мраморность? Мраморность – это жировые вкрапления в мышечной ткани животного. При жарке жировые вкрапления будут плавиться, что придаст нашему стейку дополнительный вкус и аромат. Мы с вами подготовили стейки, а сейчас приступим непосредственно к их обжарке. Зажигаем наш гриль. Мы с вами будем использовать березовый уголь. И, как я еще раз повторюсь, мы будем с вами жарить стейк на соляном блоке, по классике на решетке и на открытом угле. Брикет гималайской соли. На нем мы будем обжаривать наш стейк. Когда мы будем его обжаривать, данная соль придаст нашему стейку дополнительный вкус. И пока наш гриль разогревается, мы с вами приготовим соус чимичури. Он отлично подходит для данного стейка. Для него нам понадобится чеснок, петрушка, кинза, оливковое масло, соль и чили-перец для тех, кто любит поострее. Итак, мелко рубим чеснок. Старайтесь, чтобы он был очень мелкий, такая некая кашица. Затем берем листья петрушки и кинзы. И также мелко нарезаем. Затем берем немножко чили-перца и тоже нарезаем мелко-мелко-мелко. Буквально чуть-чуть, для того, чтобы наш соус был чуточку острый. И теперь все эти ингредиенты смешиваем в наши ступки. После того, как мы все ингредиенты смешали, добавляем оливковое масло. Примерно грамм 150. Затем добавляем соль по вкусу. И тщательно перемешиваем. Вот такой ароматный соус у вас должен получиться. Перед тем, как обжарить наши стейки, мы их смажем растительным маслом в двух сторон. Буквально по чуть-чуть, так как наши стейки имеют хорошую мраморность. Особо поливать их маслом не имеет смысла. И приступаем непосредственно к обжарке наших стейков. Итак, температура нашего гриля достигла 250 градусов. Это оптимальная температура для жарки нашего стейка. Выкладываем наши стейки. Обжариваем примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. У каждого стейка будет свой вкус. Что приготовлено на солидном блоке. По классике. На решетке. И тот, который был приготовлен на углях. И вот наши стейки почти готовы. Мы перекидываем их на верхнюю полку для того, чтобы стейки отдохнули. Посмотрите, какая замечательная решетка. Благодаря тому, что наши стейки были приготовлены по-разному, они все будут иметь разный вкус. И пока наши с вами стейки отдыхают, мы приготовим с вами легкий гарнир. Он будет состоять из томатов и кукурузы гриль. Пока наши стейки отдыхают, мы положим сверху веточки розмарина. Они придадут нашему стейку дополнительный вкус и аромат. Зачем нужно, чтобы мясо отдохнуло? Дело все в том, что когда мы с вами жарим стейки, сок от высокой температуры устремляется в центр мяса. А когда у нас мясо с вами отдыхает, сок распространяется обратно по всему стейку. Итак, нам понадобится уже предварительная отваренная кукуруза и свежие томаты. Нарезаем наши томаты пополам и вместе с кукурузой отправляем на гриль. Кукурузу и томаты можно смазать оливковым маслом. Периодически переворачиваем. Томаты и кукурузу также присыпаем немного соли. Наши овощи готовы. Помещаем их в отдельную емкость и начинаем гарнировать наше блюдо. Итак, наши стейки готовы. И мы приступаем непосредственно к оформлению нашего блюда. Выкладываем наш стейк. Обязательно добавляем кусочек сливочного масла. Он придаст нашему стейку сливочный вкус. В конце солим. И выкладываем наш гарнир. Это кукуруза гриль. И томаты. И также подаем наш соус чимичури. Итак, проверим степень прожарки нашего мяса. Мы с вами планировали прожарку медиум. Это 50-53 градусов внутри стейка. Ребята, это идеально. Ну и какой же стейк без хорошего сухого вина. Всем хорошего дня. Берегите себя. Берегите себя. Продолжение следует... Продолжение следует...